26 ноября в России стартовали продажи новых флагманов компании Microsoft Lumion 950 и Lumion 950 XL, работающие на Windows 10 Mobile. Официальных розничных магазинов компании Microsoft в России нет. Однако есть официальный интернет-магазин, который осуществляет бесплатную доставку по всей территории Российской Федерации. Новые флагманы продаются с двумя разъемами для сим-карт, и купить версию с одной сим-карты в России пока не представляется возможным. Также стоит отметить, что новинки поддерживают 4G-частоты всех российских операторов, независимо от того, где было приобретено устройство. Хватит уже разговоров, давайте приступим к распаковке. Коробка сама по себе достаточно большая, по дизайну она ничем не отличается от коробок других смартфонов от компании Microsoft. У меня также на столе лежат Lumion 1520 и Lumion 950. Периодически буду к ним обращаться и проводить небольшое сравнение во время распаковки. Телефон достаточно большой, интересно будет ли стираться или царапаться задняя крышка, как это было на Lumion 1520 и 930. Собственно время покажет. Стоит отметить, что задняя крышка снимается, и заменить ее не составит проблем. Несмотря на внушительные характеристики, телефон получился легким и тонким. Достаточно удобно лежит в руке, несмотря на его большой размер. Если сравнить с Lumion 1520, он не покажется вам таким уж и большим. Из-за больших размеров и острых углов сверху и снизу корпуса, Lumion 1520 невозможно было носить в карманах, что нельзя сказать о Lumion 950 XL. Камеры, что на 950 Lumion и на 950 XL, по техническим характеристикам ничем не отличаются, но имеют разный дизайн. На обоих устройствах она немного выпирает из корпуса. Теперь рассмотрим, что расположено по бокам этого устройства. На правой стороне, собственно, как и на всех Lumion устройствах, расположены кнопки. Обычно сначала идут качельки громкости, кнопка включения, а уже потом кнопка камер. Но в 950 XL все немного по-другому. Между кнопками увеличения громкости и уменьшения расположена кнопка включения телефона. Если взять Lumion 950, то тут все как обычно. Качелька громкости, кнопка включения экрана, кнопка камеры, как на всех остальных Lumion девайсах. Не очень понятно, чем было вызвано такое изменение. Если же вы все-таки решитесь купить это устройство, то придется привыкать к такому сторонному расположению кнопок. Снизу у нас находится новый USB-C порт. Сверху, по центру, расположен вход для наушников. На Lumion 950 он находится слева. Как вы, наверное, уже поняли, разъем для сим-карт находится под задней крышкой устройства. Если еще говорить об отличиях, то на 950 XL экран защищает Gorilla Glass 4 против Gorilla Glass 3 на Lumion 950. Разницу между третьим и четвертым поколением найти сложно. Оно стало немного тоньше, прочнее, меньше подвержено царапинам. Ладно, теперь отложим телефон, посмотрим, что у нас еще есть в коробке. Как и всегда, в комплекте идет самая обычная инструкция и гарантия. В такой вот специальной коробке у нас находятся все провода. В комплекте идет новый USB-C провод. Теперь уже неважно, какой стороной вы будете подключать его к телефону. Также в комплекте идет отдельная специальная зарядка, провод на который не отсоединяется. Этот отдатор работает в режиме быстрой зарядки. Подключив к ней вашу Lumion, за 30 минут заряд аккумулятора будет равен примерно 50%. Меня очень сильно огорчило отсутствие наушников. Продавая телефон за 50 тысяч рублей, можно было бы и положить наушники. Итак, если смотреть слева направо, то перед вами Lumion 1520, Lumion 950 XL и Lumion 950. Наверняка вам интересно, что находится под задней крышкой этого телефона. Снизу есть специальный проем, потянув за который вы без особых проблем сможете снять заднюю крышку вашего телефона. На обратной стороне у нас расположены модули беспроводной зарядки и NFS. Если же вы будете покупать задние крышки, обратите внимание на наличие этих модулей. Очень интересно расположена камера, она занимает небольшую часть аккумулятора, так что будьте осторожны, когда будете вставлять сим-карты. Здесь сим-слот номер 2, сим-слот номер 1, а здесь находится карта памяти. При первом включении, телефон попросит вас выбрать основную сим-карту, через которую у вас будет доступ в интернет. К сожалению, использовать интернет сразу с двух сим-карт не получится, однако без проблем можно будет между ними переключаться. На звонки и смс сообщения это никак не распространяется. Если вы не будете пользоваться второй сим-картой, то у вас на экране будет индикатор отсутствия сим-карты во втором слоте. Его, к сожалению, пока никак не убрать, но возможно в будущем появится такая возможность. При первом запуске в магазине в очередное обновление висело 39 приложений. Обновим их и проверим, насколько сильно телефон нагреется. Для тех, кто не знает, в Lumia 950 XL установлен 8-ядерный процессор Snapdragon 810 с частотой 2 ГГц, который по отзывам пользователей очень сильно нагревается. Но данная проблема была решена установкой жидкостного охлаждения. Установлена специальная трубка, которая отводит тепло к процессору. Во время обновления приложения через магазин, телефон, конечно же, нагрелся. Но в 950 XL все тепло распределяется планомерно, всему корпусу. И никакого ощущения дискомфорта у меня это не вызвало. Что нельзя сказать о Lumia 1520, где все тепло было созаредоточено в верхней части телефона, где находился процессор. Подробнее о характеристиках можно будет узнать в моем видео предварительный обзор Lumia 950 и Lumia 950 XL. Ссылка будет в описании. Первое впечатление о телефоне только положительное. Многие говорят, что дизайн получился не очень, дешевый пластик и так далее. Прошу заметить, что скоро на рынке появится огромное количество съемных задних крышек. Сейчас уже есть в продаже чехлы, сделанные из натуральной кожи. Не исключено, что в ближайшем будущем появятся из других материалов, в том числе и из алюминия. Мощности процессора в новой Lumia хватит на многие годы. Главное, чтобы разработчики постоянно обновляли свою систему, в чем я ни капельки не сомневаюсь. С вами же был Антон. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал. Всего доброго!